Жесткой критики за плохую работу подверглись домоправлению номер 8, Сочи Жилсервис, Югстройсервис и ряд других. Мэр города отметил, что некоторые управляющие компании монополизировали обслуживание жилфонда целых микрорайонов. Но при этом взятую на себя ношу, мягко говоря, не тянут. Еще хуже ситуация там, где жильцы даже не определились с формой управления своим жильем. А значит, на ремонт таких многоэтажек рассчитывать не приходится. Дома ваши будут стареть, будут валиться, а мы не сможем вам их содержать. Глава города дал поручение своим заместителям организовать встречу с домкомами, чтобы те, соответственно, провели разъяснительную работу с собственниками квартир. У Сочи уже давно новое лицо, и гости курорта, попадая в жилые микрорайоны, не должны разочаровываться увиденным. А курорт, принявший в этом году уже свыше 6 миллионов туристов, готовится к следующему высокому сезону. С 21 по 25 ноября в нашем городе пройдет международный туристический форум. Приедет 8 тысяч участников, большая часть из которых туроператоры, заинтересованные в продвижении главного курорта страны. В этом форуме могут принять участие и те сочинцы, которые имеют небольшие частные гостиницы, чтобы учиться работать цивилизованно, качественно, много со временем, и чтобы отзывы гостей Сочи были хорошими. Мы уверены в том, что этот следующий сезон будет не хуже предыдущего, то есть очень хороший. Но для того, чтобы он стал очень хорошим, нужно сейчас работать над будущим сезоном. В следующем году в Сочи пройдет Кубок Конфедерации, а годом позже чемпионат мира по футболу. А это еще дополнительные гости города. И уж такие знаковые места, как Сочинская набережная, должны быть в идеальном состоянии. По словам мэра, прибрежная полоса не должна быть торговой улицей, и те объекты, которые сейчас работают там незаконно, естественно, будут убраны. Даже если придется решать их судьбу в судебном порядке. Также глава города жестко потребовала усилить контроль за деятельностью каждого управления городской администрации. Невыполненных поручений быть не должно. Елена Австецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.